Тишину заповедных мест на Валдае ранним утром нарушат катера поискового отряда. Они подходят к той части озера Вилье, где в годы войны на небольшом участке наши войска потеряли за считанные дни сотни солдат. Тогда здесь был еще берег, но теперь 5 метров воды и практически один шаг разделяют настоящее от страшного прошлого. Останки сотен солдат дайверы распознают по большому количеству амуниции в одном месте. Ботинкам, каскам, противогазам, флягам, а еще и патронам. И это не экипажи боевых машин или подбитых самолетов, а солдаты стрелковой дивизии, попавшие здесь под шквальный огонь. Каска на поверхности в руках рассыпается, но многое все же сохранилось, и в слое ила найдут такой вот слой истории. Все, что лежит на поверхности, в таком состоянии, то есть полуистлевшем, а есть то, что с ила достаешь. Вот оно, до сих пор блестит. На старой военной карте это самое узкое место озера. Именно здесь, в сентябре 41-го года, 23-я стрелковая дивизия отступала. Здесь же шла на прорыв. Когда лед стаял в 43-м, и стало прибивать полуразложившиеся трупы к берегу, то там, собственно, пройти негде было. То есть они везде на прибое, в прибое лежали шинели, останки, люди. Вопрос, с которым, увы, иногда сталкиваются поисковики. А зачем все это тревожить и поднимать? Мы не можем обозначить эти озера как мемориальные объекты, ограничить на них действия, не пускать туристов. Мы единственное, что можем, мы можем забрать оттуда останки и похоронить их, как подобает на воинском захоронении, на воинском кладбище. Этот шанс узнать имя хотя бы одного бойца, по счастью, выдастся. В руках дайвера заветный медальон. Ну, как назло, он окажется деревянным с отверстием. Делали такие ненадолгую память, а на опознание изуродованных тел сразу. И спустя десятки лет возможность идентифицировать бойца растает на глазах. Взвесит то, что когда-то было запиской. А это свидетельство войны, которое появляется, когда уровень воды в озере падает. Колпак от зота. Здесь была оборудована огневая точка. Их было много по этому берегу. С начала войны наши войска держали здесь оборону. И дальше фашистов не пустили. Под водой отчетливо можно увидеть амбразуру. На глубине работа на ощупь. Там, где большой слой ила, его расчищают насосом. А ведь уровень воды искусственно подняли для местного рыбзавода практически сразу после войны, не проведя важную работу по перезахоронению солдат. Теперь, спустя десятилетия, этот тяжелый эпизод войны поднимают словно со дна нашей памяти. Николай Булкин, Виктор Худетимур Зеленков, Наталья Власова, НТВ, Озеро Вилье, Новгородская область.